Библейский портал экзегет.ру представляет Такое довольно странное и очень краткое описание. Что значит, стал роптать и жаловаться? Ну, народ, в принципе, это делает постоянно в книге чисел. Понятно, что надоело им идти через пустыню, мало там интересного, комфортного мало. Но в чем конкретно были их претензии? Что значит, запылал огонь Господень? Какой-то сверхъестественный огонь, загорелась дальняя часть стана. Такое ощущение, что повествователь уже не очень хорошо понимал, что там на самом деле происходит. Но схема сохраняется той же, которая еще не раз в этой книге повторится, то есть ропот народа, наказание от Бога, которая выражается в некотором бедствии, причем в таком бедствии, касающемся всего народа, не одного конкретного человека. Такие истории тоже есть, или группы конкретных людей. Но народа в целом. И по молитве Моисея это все прекращается. А вот дальше гораздо более подробная история. У разноплеменных людей, примкнувших к сынам Израилевым, были всевозможные прихоти. Вот здесь редкий случай, не единственный, но редко, когда упоминается, что вместе с израильтянами шли какие-то еще люди. То есть, может быть, это как снежный ком, вот вышли они из Египта, и кто-то, может быть, из Египта решил бежать с ними, потому что в Египте ничего хорошего не видел. Кто-то, как тот же самый тесть Моисея из Модионитян, вот из народов, которые жили по пути их следования, ну, видят, что идет какое-то большое переселение, что-то с ними хорошее происходит. Но при этом вот достаточно часто упоминаются другие народы как источник искушения для израильтян. То есть, сами израильтяне, может быть, не впали бы в это настроение, но остальные народы, у них свои какие-то привычки. И, соответственно, вслед за ними снова принялись плакать и сыны Израилева. Мясо бы сейчас поесть, говорили они. Мы помним, как в Египте нам бесплатно давали рыбу, огурцы, и дыни, и лук-порей, и репчатый лук, и чеснок. А здесь ничего нет. Видим одну только манну, от которой нас уже тошнит. Манна походит на кориандровое семя, а по цвету она напоминает сухую благоводную смолу. То есть, какие-то маленькие частички, и какого цвета смола, мы не знаем. Люди ходили и собирали манну, перемалывали ее ручными жерновами или толкли в ступе, а потом варили в горшке или пекли из нее лепешки, схожие по вкусу, с лепешками на оливковом масле. Ночью, когда в стане выпадала роса, вместе с ней выпадала и манна. Мы не знаем, на самом деле, вот это некоторое чудесное такое явление, что это было, как это получилось, мы не знаем, но понятно, что абсолютно одинаковая пища каждый день им надоела. И вот в Египте питание было гораздо более сбалансированным, и давали бесплатно. Они забыли уточнить, что они были рабами. И поскольку рабов кормят бесплатно, у рабов нечем платить, они платят своим трудом, а еще, точнее, они сами являются собственностью хозяев, то вот очень часто люди вспоминают, я не знаю, какие-то советские времена, и говорят, как все было хорошо, давали путевки в Крым, и колбаса стоила 2,20. Но при этом забывают о том, на каких условиях все это происходило. Но вот тогда было хорошо, а сейчас уже все надоело. Услышал Моисей, что народ плачет. Каждая семья плакала у входа в свой шатер. И разгорелся гнев Господа, и горько стало Моисею. И сказал он Господу, «Зачем ты мучаешь меня, раба своего? Чем я не угоден тебе? Зачем ты возложил на меня время заботы об этом народе? Разве я зачал этот народ? Разве я родил его на свет? Почему же ты велел мне нести этот народ на руках, как нянька несет, малое дитя? Нести их в ту землю, о которой ты клялся их отцам». Вот интересно, Моисей жалуется, «Я не отец для этого народа». Как часто люди, которые занимают какое-то высокое положение, хотят, чтобы их звали там отцами отечества и всякое такое подобное. Но Моисей понимает, а что хорошего-то? Вот младенец, которого надо растить, кормить, утешать, там, не знаю, пеленки ему грязные стирать. Это что, приятное занятие? Вот если так посудить. Это ответственность, это тяжелый труд. И он уже устал от этого. Тем более, что действительно, тут себя, как маленькие дети, скандалят, капризничают, стучат ногами. «Где я возьму мясо для всего этого народа? Они плачут и требуют, чтобы я накормил их мясом. Не могу я один нести бремя, забота об этом народе. Слишком тяжела для меня эта ноша. Если ты хочешь и дальше так поступать со мной, то окажи милость, туби меня, чтобы мне не видеть беды, в которую я попал». Но вообще-то Бог мог ему сказать, «Ну, ты сам попросил». И убить. Да? Логично же. Напросился. «И Господь сказал Моисею, «Собери ко мне 70 старейшин Израиля, людей, которые тебе известны, как старейшины и старосты. Приведи их к шатру встречи». Где у них происходят все встречи. «И пусть они встанут пред шатром вместе с тобой. Я сойду и буду там говорить с тобой. Я возьму часть духа, который пребывает на тебя, и предам старейшинам, чтобы они несли вместе с тобой и бремя заботы о народе. Тебе уже не придется нести это бремя одному». Господь его слушает. А вот здесь интересно. А что Господь сразу не мог так сделать? Почему он на Моисея возложил? Ну, наверное, потому что Моисея он считал самым достойным. И в каком-то его замысле у Моисея была особая роль. Но окажется, он не дает человеку больше, чем тот готов понести. И если человек не готов, то эта ответственность делится. Причем здесь нет ни слова упрека. Господь скажет ему эти слова в этой же книге, но потом по другому поводу. Здесь нет такого, а, ну раз ты сам отказался, значит, ты там не войдешь в землю ханаанскую. Будет это, но по другому поводу еще раз. А вот если человек просто не готов, если человек просто слаб, Господь снимает с него часть этого бремени, и все. А народу скажи, осветитесь, готовьте к завтрашнему дню, когда вы будете есть мясо. Вы плакали перед Господом, говорили, что вам хочется мяса, что в Египте было вам лучше. Так вот, Господь даст вам мясо, вы наедитесь досыта, вы будете есть мясо и не день, и не два, и не пять дней, не десять, и не двадцать, а целый месяц, пока оно не полезет у вас из ноздрей, пока не станет для вас отвратительно. Так вам будет за то, что, отвергнув Господа, который обитает среди вас, вы плакали перед Ним и спрашивали, зачем мы ушли из Египта? Хотите мясо? Будет мясо? Будет много. Вот так, что из ушей полезет. Ну, из ноздрей, но разные языки, разные используют здесь образы. Русские из ушей, древнееврейские из ноздрей. То есть, ну, уже вот, больше не вмещают человек, да? Только ведь это не порадует. Ну, представим себе, обжираться мясом целый месяц, но человеку, который скучает по мясу, да, который голодает, который ест однообразную вегетарианскую пищу, при этом он не вегетарианец, конечно, хочется. Но ведь с этим быстро присущаешься, да? И вот тоже очень интересный принцип. Моисей плачет, но он плачет перед Господом и говоря, Господь, я в твоей руке, сделай со мной, что хочешь. И Господь делает то, что хочет Моисей, чтобы Господь с ним сделал. А народ предъявляет претензии. Чего это ты нас так, как это ты так посмел, да? Давай, все по-другому сделай. Господь говорит, да, будет по-вашему, но вас это не порадует. То есть, в зависимости от того, как человек себя видит перед Господом, как он с ним, в каких отношениях состоит, его желание сбудется, но будет оно для него радостным или нет. Моисей сказал, здесь со мной 600 тысяч пеших воинов, а ты говоришь, что даши мясо на целый месяц. Если зарезать весь мелкий и крупный скот, разве хватит его? Если поймать всю рыбу в море, разве ее хватит? Там они, кстати, рыбу в Египте вспоминали, мясо им не давали, они жировые, но рыбой кормили иногда. Но Господь ответил Моисей, неужели бессильна рука Господня? Что ж, смотри, сбудется мое слово или нет? Моисей вышел и передал народу слова Господа. То есть они еще не знают как, но Моисей уверен в том, что это сбудется. Собрав 70 старейшин, Моисей велел им стать вокруг шатра. Господь сошел в облаке и говорил с Моисеем, а затем взял часть духа, пребывавшего на Моисея, и передал 70 старейшинам. Когда дух сошел на старейшина, они начали пророчествовать, потом перестали. Дух понимается как нечто материальное, как мешок денег у Моисея был, Господь из этого мешка отсыпал им всем по горсточке. Вот точно так же с духом. Странно, разве дух обладает такой вот количественной конечностью, да? То есть вот есть там сколько-то килограммов, литров, метров этого духа, и если отрезать, то тут станет меньше, зато в другом месте можно стать больше. Может быть, так это и понималось, когда это писалось, но мне кажется, здесь скорее о другом, о том, что Моисей вот жаловался, я такой один. Вот будешь не один, и все, но не в той же степени, все равно ты особый. И как бы уточняю, что нет вот этого скупердяйства, вот у нас есть там 10 метров 15 литров духа, и мы можем поделить их, что всегда с избытком маленькая история, которая, в общем, больше ни для чего не нужна. Еще на двоих человек сошел дух, хотя эти двое оставались в стане. Одного из них звали Элдад, другого Медад, оба были записаны в списке старейшей, но к шатру не вышли. Ну, то есть, может, их не позвали, может, они сами решили, да ну, зачем нам это, обойдемся и так. И вот они начали пророчествовать прямо в стане. Прибежал слуга и сказал Моисею, Элдадами, да, пророчествовать в стане. Непорядок. Нарушение распорядка. Вот этим отмерили, а тем нет. Они не попали в спецраспределителем духа, не отмерили, не ответили, не отсыпали. А они ведут себя так, как будто да. Надо их, наверное, наказать. Вообще-то, книги чисел все время наказывают непокорных, но только не в этот раз. Иисус Новин, который с юности был помощником, Моисей воскликнул, Моисей, господин мой, вели ему молкнуть. Но Моисей сказал ему, это меня ты так ревниво защищаешь. О, если бы все в народе Господни были пророками, если бы Господь послал на них духа свой. И Моисей вернулся в стан вместе со старейшинами Израиля. Да все будьте мне равны, говорит Моисей. Я страдаю, но не потому, что вот этот жалкий презрядный народишко меня утомил. Вообще, правители иногда приходят к таким мыслям. Но я страдаю, потому что я один несу этот груз ответственности, я несу эту тяжесть духа. Я хочу, чтобы ее несли все. Я хочу, чтобы все были в мою меру. Я хочу, чтобы я был один из многих, чтобы все были такими же. Вот это очень важно, вещь о Моисее. Да, так что у нас с мясом-то? Мы пока тут о духе, о рацион. Поднялся ветер, посланный Господом, принес стан стая перепелов со стороны моря. Наверное, какая-то перелетная стая, которая обессилела, присела отдохнуть, а сильный ураган налетел, они уже не могут сопротивляться. Вот что-то такое. Вокруг стана, на день пути во все стороны, лежали кучи перепелов высотой в два локтя. Может быть, они обессилили, может быть, они даже уже умерли. Перепела, маленькие птички, но довольно вкусные. Народ принялся собирать перепелов, их собирали весь тот день и всю ночь, и весь следующий день каждый набрал не меньше десяти хомеров. Это огромное количество, то есть совершенно невероятное, там, мешок. Потом перепелов разложили вокруг стана. Ну, как-то их консервировать надо, на солнце вялит, наверное. Ну, не успели они еще прожевать это мясо, не успели его доесть, как разгорелся на них гнев Господний, поразила Господь жестоким мором. Но вообще можно ожидать, что если люди после долгого вегетарианского периода обожрались мясом, простите, особенно если оно там оказалось несвежим на четвертый, пятый день, то да, серьезные последствия. Но это понимается как наказание от Бога, хотя можно одновременно назвать это естественным следствием обжорства. Это место они назвали Кевродхатаава, потому что там похоронили привередливых. Ну, похоже на выражение гробницы, прихоти. Кевродхатаавы сыновья Израилю пришли в Хасирот, там они сделали остановку. Ну, параллельно они еще и движутся. И на каждой остановке происходит что-то важное, да, то есть это не просто путешествие, где смотрят на достопримечательности, это путешествие, где они идут в обетованную землю и по дороге выясняют, собственно, куда, зачем они идут, кто они, кто Бог и как это все между ними происходит. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok